Здравствуйте, братья и сестры! Давайте поговорим сегодня о благословении на детей наших. Каждый из нас в семье священник. Священник – это человек, который совершает таинства, но кроме этого учит закону и удерживает от греха. И мать, и отец в семье – это священники. Они могут благословлять, наставлять, учить, проповедовать. В этом смысле им дано очень много для того, чтобы человек был сдержан словами родивших его. И я хотел бы сегодня поговорить о том, что слова отца, слова матери должны быть очень полновесными и они должны иметь тот вес, о котором мы читаем в Библии, когда люди в древности благословляли или проклинали, кого бы то ни было. Вот пишется про Ноя. Когда он вышел из Ковчега, то вы помните, что хам проявил такое неуважение к отцу, который, не зная силы вина, выпил его и, опьяневши, лежал, раскинувши одежды свои, обнажившись, быв смешон в это время, значит, и хам посмотрел на него и посмеялся над ним, и братьев позвал посмотреть и посмеяться. Но братья спиною к нему шли, к отцу, и стыдились смотреть на отца обнажившегося, потому что он родил их. Им было страшно смеяться над отцом, который родил их на те чересла, которые произвели их на свет. И они накрыли его одеждою, и когда Ной проснулся, он проклял хама в лица его потомства, назвав их рабами рабов, то есть они будут рабами у братьев своих. А потом благословил он Сима и Иафита. Сказал, что благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему, и дораспространит Бог Иафита, и довселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему. Ной сказал это очень давно, но сказанное Ноем сохраняется до сих пор, потому что Сим – это евреи и арабы, семиты. Как это говорится, значит, пословица так, что Сим молитву деет, Яфит власть имеет, Хам пшеницу сеет, а смерть всем владеет. То есть Симиты – это благословенный корень, это Авраамиты, это дети Авраама, потом, значит, евреи и арабы. И они самые, как бы, такие молитвенные люди в мире. Они больше всех любят молиться, и больше всех стремятся к Богу. Яфит – вселиться в шатры Симовы. Вот мы, северные люди, там, славяне, норвежцы, там, норманы, там, финны, греки, там, значит, это масса разных племен, там, европа вся, это все, яфититы. Они вселились в шатры Симовы. То есть потом, когда евреи отпали от Христа, Христа не признали, то мы, дети Яфита, вселились в шатры Симовы. То есть мы вошли в то богослужение, в те заветы, в ту молитву, в ту радость, которую раньше имели только одни евреи. А Ханан – раб рабов. Ханан – раб Яфиту, раб Симу. И это однажды отец сказал, до сегодняшнего дня это сохраняется. Какую власть имеет отец над детьми? Скажет и останется. Да будь ты там так-так-так-так-так-так-так, и так оно и будет, потому что Бог дал власть отцу над детьми. И наоборот, скажи, чтобы ты был и вот так-так-так-так-так-так-так. Пусть Господь тебе даст это, пусть даст это, пусть будешь ты таким-таким-таким. И наше слово превращается в дело. Это нужно каждому отцу и матери. Не раз замечено, что еврейские матери и отцы не ругают детей своих и не обзывают их обидными словами. Это очень благочестивая традиция. Они не клянут их. Говорят, ты дурак там, ты идиот там, ты лентяй, ты бездарь, ты там такой, ты придур. У наших это как хлебом не кормить. Это плохо, потому что это антимолитва. А нужно благословлять детей своих, благословлять, а не проклинать. И так говорит апостол Павел, благословляйте, а не проклинайте, ибо к благословению вы призваны. Вот сегодня мы об этом подумаем и постараемся на будущее не клясть детей своих и не ругать их лишний раз, но благословить их. Скажите, а как благословить? А что сказать? Вот в Писании говорится, например, о многих благословениях отцов над детьми. Причем у всех семитов, вообще у всех людей восточного происхождения отношение к слову как к вещи. Я однажды читал, уж не помню где, про одного путешественника английского, который по пустыне путешествовал с бедуинами и повстречал бедуинов, идущих навстречу. Он был европеец, но замотанный такой в тюрбан, лицо закрыто как бы от песка, в пустыне, значит, не видно его, он белый он там, значит, или он араб. На верблюде сидит в одежде этой арабской. И вот навстречу ему идут люди, бедуины, и они говорят ему салам, или там шалом, по-еврейски, по-арабски, салам, мир тебе, то есть салам алейкум, то есть мир вам. А он отвечает им там алейкум ассалам, и вам мир. Потом они присмотрелись, а он не их, он не араб. Он говорит, ой, отдай нам наш мир, то есть мы тебе мира пожелали, но ты чужой, то есть мы тебе по ошибке дали мир, дай нам твой мир, то есть то, что мы тебе дали. Понимаете, у них слово – это дело, то есть ты сказал мир тебе, и ты вложил сердце в слово, и ты послал энергию в слово вместе, и ты дал дело вместе со словом. Мы так не относимся к словам, и это наш грех. Мы примитивные, такие придурковатые европейцы, для которых слово – это пар, а дело – это дело. Дело можно съесть, дело можно одеть, а слово – это пар, и можно брехать всю жизнь. И это проклятая идеология. Потому что слово – это дело. Мир тебе – это значит, я сердце тебе отдал. Я полсердца тебе отрезал и дал его тебе. На тебе меня. То есть съешь мое с моим словом вместе. То есть пусть будет хорошо тебе. Так думали раньше. Чтобы вы не думали, что я выдумываю или фантазирую, в Писании говорится о том, как Яков благословил детей своих. Яков был, вернее, Исаак, был уже стар, а у нее был сын Яков и Исаак. И вот Исаак, уже ослабевший глазами, не видал, кто из них кто. И мама Ревека хотела, чтобы ее сын любимый, Яков, получил первородство. И она одела его в шкуры, в которые одевался старший сын Исаак, и подвела его обманом к отцу. И отец благословил его, говоря, «Благословен ты! Додаст тебе Господь Бог от росы небесной, от тука земного, и множества хлеба и вина, да послужат тебе народы, и да поклонят тебе племена, и будь благословен, значит, так далее, и проклинаешься, я буду проклят, и благословяешься, я буду благословенны». Он получил благословение и ушел. А потом пришел Исаак, настоящий первый брат, то есть старший сын. Он пришел, и Яков, значит, узнал, что он благословен не того. И вострепетал он великим трепетом, и сказал, кто же это тот, который я благословил? Оказывается, он младше благословил больше. И Исаак выслушал его, и поднял громкий и весьма горький вопль, и сказал отцу своему, «Отец мой, благослови и меня». Но он сказал, «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. Казалось бы, ну забери оттуда, дай этому». Нельзя. Уже сказано слово. Слово уже сказано. То есть ты сказал все. И что же? Исаак говорит, «Не потому ли дано ему имя Иаков, запинатель? Он запнул мне два раза уже. Так дай мне благословение». И Исаак благословил его, но гораздо меньшим благословением. Если Иакову говорится, «Даст тебе Господь Бог от росы небесной и от ука земного», то уже Исаак говорит, «Даст тебе Господь от ука земного и от росы небесной». То есть наоборот уже. Уже переворачивается уже порядок. Сначала земля, потом небо. А тому сначала небо, потом земля. Так вот, братья и сестры, человек сказал, и оно осталось. И не думайте, что только Иаков такой был, или Исаак, или Авраам, или Моисей. Это у всех так. Вот скажешь человеку, «Да ты дурак никчемный». Да он так дурак никчемный и будет всю жизнь. И наоборот скажешь, «Сынок, Господь да благословит тебя, Господь да вразумит тебя, Господь да сохранит тебя». И сохранит Господь, и вразумит Господь, и покроет Господь. Поэтому отцы и матери не имеют права ругаться на детей своих нехорошими словами, не должны проклинать их, должны благословлять их. И это благословение имеет великую силу. Вот дай Бог, чтобы мы это поняли, почувствовали. Дай Бог, чтобы наши дети были благословенны нами, а через нас Богом. Потому что в этом все их счастье. Ну, пока прощаемся, а потом будем встречаться еще раз в эфире в следующий день, и продолжим эту же самую тему. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова